Всем добрый день! Это короткое видео посвящено важному вопросу использования дезодорантов и антиперспирантов. Это средство для предотвращения подоотделения и неприятного запаха при подоотделении. Мы накануне лета, вы наверное все уже готовитесь к этому моменту, все уже запасаетесь чем-то и может быть кто-то еще не запасывает. Для вас я как раз хочу рассказать, чем лучше запастеть. Кстати, запаха у пота может не быть. Главонный запах говорит о наличии определенных бактерий в биопленке под мышками. Они вырабатывают вещества вот с таким характерным запахом. Потоотделение может быть очень обильным, но запаха не будет, практически не будет. И чем его больше, тем меньше заметен запах пота. Принцип работы дезодорантов разный, есть такие, которые убивают все бактерии в биопленке под мышками. И тогда это негативно сказывается на вашем здоровье. Вы, наверное, видели людей с такими темными разводами в подмышечных впадинах. И эти разводы, они расползаются все дальше и дальше. Это тот случай, когда у человека полезная микрофлора под мышками. Либо она была убита, либо у людей какое-то серьезное заболевание, которое подавляет его иммунную систему. Потому что это грибковые заболевания, они в принципе не опасны, но вот такой неприятный вид создают. Исследования показывают, что чем больше вы используете дезодоранты и антиперспиранты, тем у вас меньшее количество бактерий. И как только вы им перестаете пользоваться, в подмышечных впадинах начинают бешено размножаться на освободившееся место патогены. И это могут быть грибковые заболевания. Запах возникает именно из этих бактерий, как я уже сказала, потому что они разлагают жиры и аминокислоты, которые находятся в вашем поте. И вот именно это и дает запах. Когда вы используете антиперспиранты с компонентами, которые не только убивают бактерии, но и блокируют работу потовых желез, вы не позволяете вашей лимфатической системе выводить токсины из той части груди, которая находится со стороны подмышечных впадин. Так работает лимфатическая система. Та часть груди, которая находится ближе к центру, она выводится, из нее токсины выводятся через лимфатические узлы, которые здесь, а которая дальше, она именно идет через подмышечную впадину. Там лимфатические центры, которые отводят токсины из этой части груди. И есть исследования, которые указывают на связь между применением антиперспирантов и частотой возникновения рака груди. Причем статистически именно в этой части, вот в этой части, которая относится к подмышечной впадине, нижний, внешний угол грудных желез, именно там рак груди возникает чаще всего. Недавно меня попросили из огонька посоветовать альтернативный натуральный антиперспирант. Потому что тот, что продает в магазин, именно вот этот кристалл, не всех удовлетворяет. Недавно им жаловалась одна клиентка, что у нее возникает увеличение лимфатических узлов от этого антиперспиранта. Я посчитала этот вопрос настолько важным, что решила снять это видео. Уважаемые мамы, если у вас из-за блокировки подовых шелест, подмышечных панинов возникает увеличение лимфатических узлов, это означает, что ваша лимфатическая система, именно ваша, не может выдержать такой перегрузки. Вам нельзя использовать никакие антиперспиранты. Носите с собой влажные салфетки, принимайте почаще душ, меняйте одежду, когда становится жарко, делайте что угодно, но не блокируйте фотоотделение ни в коем случае. Скажу вам больше, если у вас еще нет таких серьезных проблем и тревожных заночков, идите в сауну, принимайте ванну с английской солью, делайте детокс, делайте что угодно, чтобы вызвать фотоотделение. Ваша проблема не в поте, ваша проблема его отсутствия в плохом фотоотделении, потому что именно оно отводит токсины. Если вы их не отводите, они скапливаются в груди, и затем это может очень плохо закончиться. И именно это вас должно, повторяю, больше всего волновать. Если же серьезной проблемы еще вот такой нет совсем у вас, то есть если нет никаких воспалений лимфовых узлов, если вы знаете, что вы не в группе риска по отношению к возникновению грака груди, мы же все должны делать маммограмму, периодически мы знаем нашу семейную историю, мы знаем, что есть связь с семейной историей, чем все равно меньше вы будете использовать антиперспиранты, тем лучше. Именно потому что фотоотделение очень важно. Но если вы идете на встречу с клиентом, если у вас не будет возможности использовать каждые 5 минут салфетки, на улице жарко, и вы идете в жаркое место, вот тогда вам пригодится натуральный антиперспирант на какой-то период. Чем вообще плохи обычные антиперспиранты? Они содержат алюминий, и алюминий очень опасен, он приводит к аутоиммунным заболеваниям, он же как раз накапливается в груди, он вызывает мутации ДНК, он взаимодействует с рецепторами эстрогенов, и в сумме все это и может привести к раку. Обычные антиперспиранты содержат, все содержат алюминий, я проверяла, проверьте этикетки, других нет. И вот как раз вот эту связь находят исследователи. Это не мое разглагольствование, это не какая-то теория. людей, которые призывают к более натуральным средствам, это уже результаты исследований. И, наверное, поэтому этот рак является наиболее чаще встречающимся среди женщин во всех цивилизованных странах. Посмотрите, пожалуйста, статистику в интернете, и вы увидите, что этот рак доминирует именно в цивилизованных странах. Не в Африке, не в Азии, где жарко. А именно там, где у нас цвет прогрессивного человечества, самозабренно борются с подразделением во все периоды жизни, зимой, летом и когда угодно. И когда вообще не жарко. Обычные антиперспиранты также содержат парабены, это химические соединения, которые используются как консерванты, и они также аккумулируются в ткани груди, их тоже там находят, когда исследуют ткани. Когда они берут биопсию, они смотрят, что там у груди накопилось. И с ними тоже связывают высокий риск возникновения рака в груди. Конечно, есть такое понятие, как генетическая предрасположенность, как мы уже заметили. И поэтому доктор вас спрашивает, не было ли у вас в семье такого заболевания. То срабатывает какое правило? Срабатывает правило трех мутаций. Если ваша ДНК природно имеет уже две мутации, а обычно, как вы об этом знаете, ваша мама умерла от рака груди, или у вашей тети был этот рак кровных родственников, третью мутацию вы можете получить именно из-за невнимания к своему здоровью, используя вот такие опасные средства систематические. И тогда ваша генетическая предрасположенность сыграет печальную роль. Давайте теперь обсудим, какие у нас есть безопасные альтернативы. Эпизодически, как я уже сказала, мы можем пользоваться, если у нас не воспаляются лимфатические узлы, если мы уже не стоим на учете, как человек в группе риска. И вот этот самый кристалл, это как одна альтернатива, не лучшая, я вам хочу сказать, казалось бы, он должен не содержать алюминий, он позиционируется как натуральный. Вы удивитесь, он содержит алюминий. Вот смотрите, у вас на этикеточке написано «No aluminum chloride». Они честно говорят, а потом дальше в составе «ammonium-alum». Вот этот амmonium-alum содержит в составе алюминий. Просто молекула эта намного крупнее алюминиевых лорайдов. И как они теоретически говорят, эта молекула не проходит через кожу, потому что она большая, она остается на поверхности, но все равно срабатывает, и все равно это вам блокирует фотоотделение. Знаете, как это вещество называется на русском? Вот это алюминий, да? Оно называется «жуные квасцы». Те самые жуные квасцы, которыми пользовались ваши бабушки. И это средство входит в состав ваших натуральных дезодорантов, которые у вас, я сейчас слышала, очень популярны. И рекламируются они как. Это вот проверенное бабушками средство. Оно совершенно безопасно. Вы знаете, что я вам хочу сказать. Вы, наверное, совсем забыли, что какое-то время назад этими квасцами очень активно пользовались мамы новорожденных. А потом им запретили и сказали, что эти квасцы могут попадать в виде пыли в легкие детей и вызывать опасные заболевания. Пользуйтесь чем-то другим, например, крахмалом. Почему? Потому что вот в этих квасцах содержится алюминий в составе. Далее. То есть я не считаю это совсем безопасным вариантом. И я бы сказала, что когда даже я им иногда пользовалась, эффективность была почти нулевая, очень короткое время пользовалась. Он действовал. Я даже не успевала домой вернуться из короткой поездки. Наиболее интересный вариант, который я вам хочу сейчас показать, и мне совсем недавно о нем рассказали. Вот такой дезодорант. И в состав у него на самом деле безопасный. В составе находится сода, кокосовое масло, еще тут одно масло. Никаких тут нет ни консервантов, ничего. Небольшая отдушечка. Вот у меня это лавандовая. То есть очень интересный дезодорант. И эффективность намного выше, чем вот у этого самого кристалла, вам хочу сказать. Очень я под большим впечатлением. Далее. Он не убивает бактерии. Он не будет вам вызывать более сильный запах после того, даже как вы его перестали на какое-то время использовать. И еще хочу вам сказать насчет бабушкиных средств. Моя бабушка хранила, как деницу ока, старый крем, который больше не выпускался, как она говорила. Он имел совершенно убойную эффективность. Нагменики, которые у него периодически выскакивали под глазами. Это ячмень в простонародье называется. Они проходили от совершенно минимального количества этого средства. И этот крем имел, потому что тюбик растрескался, она его хранила в пластике, имел такой ярко-розовый цвет, когда вытекал из тюбика. А внутри он был белый. Когда он соприкасывался с воздухом, вы, наверное, уже догадались, что там было в составе. Там была ртуть. Бабушка уверяла, что эффективность совершенно не уменьшилась, хотя срок годности давно истекла. Там десятки лет назад он был выпущен. Я вам хочу сказать, раньше были очень эффективные зубные порошки с ртутью, а были еще очень эффективные зубные капли. Спросите у ваших прабабушек для зубной боли у деток. У них в составе был кокаин и канализ. Посмотрите в интернете все эти пикетки. Сейчас люди смеются просто, профессионалы смеются. Нам это показывают, как вот с чего начиналась, так сказать, фармакология. А было еще очень эффективное средство от кашля, у которого в составе был хлорофол, канабис и морфий, немножко алкоголя. Оно тоже было крайне эффективно. Вы можете даже не сомневаться. Так что далеко не всегда хорошо то, что использовалось раньше. Если вам говорят, что это бабушкино средство, оно больше не выпускается, но оно замечательно, вы сначала потрудитесь посмотреть, по какой причине его перестали использовать. Всего вам доброго.